Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и сегодня в выпуске. Асфальт на пробу. Грязи между слоями асфальта бетона. Как долго на новых дорогах Казани будут появляться свежие дыры, узнал Рамиль Шайдолин. Высокие гости о большом плавании. Сегодня мы можем представить большой спектр судов. Каковы перспективы пассажирского кораблестроения в Зеленодольске, узнал Дмитрий Иринин. Последний домашний и тестовый в преддверии Кубка Конфедерации. В эти минуты в Казани начинается футбольный матч, Рубин принимает ЦСКА. На стадионе сейчас работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин, он готовится выйти с нами на прямую связь. А я пока напоминаю, что к этой встрече готовились не только футболисты и болельщики, но и все силовые структуры города. На улицах сегодня тысячи полицейских и военнослужащих Росгвардии. Это генеральная репетиция предстоящего футбольного мундиаля. Об эмоциях этого дня Аделя Коломеец. Вперед, Рубин, вперед, родной, мы за тебя стоим стеной. Я думаю, нужно поддержать свой родной клуб и поболеть за свою команду. Спасибо большое. Вот с каким настроением болельщики Казанского клуба сегодня собираются на матч 29-го тура чемпионата России. Рубин сегодня играет дома со столичным ЦСКА. Это тестовая игра в преддверии Кубка Конфедерации. Болельщики столичного клуба уже тоже прибыли в Казань. И, конечно же, они как истинные фанаты уверены в победе армейцев. Настроение боевое. Я надеюсь, что будет сегодня разгромный счет. Мне будет через две недели 50 лет. С 9 лет болеется ЦСКА. Это у меня сейчас 65-й выезд. ЦСКА всегда будет первым. Очередь с раннего утра выстрелилась на улице Баумана в центре выдачи паспортов болельщиков. Фанаты обеих команд получают документы. Он дает возможность бесплатно попасть на матч. Я думаю, это нужная система. Во-первых, все делается заранее, и очень быстро, и качественно. За безопасностью здесь следят стражи порядка. Только на Бауманах более 20 человек. Отцеплены сегодня с утра и территорию самого стадиона Казань-Арена. Машины сюда не пускают. Повсюду стоят вот такие вот ограждения. Ограничено движение. Также на нескольких улицах Казани подробный список вы сейчас видите на своих экранах. Безопасность сегодня в Казани обеспечивают 2500 сотрудников полиции. В том числе это военнослужащие Росгвардии. Известно, что без нарушений не обошлось. В настоящее время на 17 часов трое футбольных болельщиков московского клуба задержаны за публичную демонстрацию нацистской атрибутике. Предусматривают наказание от 1000 рублей штрафы до 15 суток административного ареста. Ровно месяц остается до старта Кубка Конфедерации. Сегодня на тестовом матче Казань должна показать свою готовность к проведению игр и обеспечению безопасности. На территории стадиона и всего города дождается прибытия порядка 3000 болельщиков. Адель Каламит, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И как уверяет нас Салават Мухаммадуллин, который сейчас находится у Казани-арены, болельщиков здесь не 3000, а гораздо больше. Матч начался буквально пару минут назад. И вот, наконец, с последними новостями с нами на связь выходит наш корреспондент. Так что же происходит на стадионе? Салават, расскажите. Здравствуйте, Альбина. На стадионе полный порядок. Вот за моей спиной уже практически пусто. Болельщики продолжают заполнять Казань-арену. Их, кстати, сегодня на стадион пускали только по вот такому паспорту болельщика. Здесь сейчас в полном разгаре операция «Последняя миля». Перекрыто все движение. Болельщики добирались на стадион только пешком. Но, несмотря на это, у всех фанатов было отличное настроение в преддверии большого праздника. По их словам, усиленные меры безопасности никак не влияют на футбольное пиршество. На самом деле приятно чувствовать себя в безопасности, достаточно свободный проход. Ожидание от игры. Хочу, чтобы ЦСКА победил. Такого количества людей давно не было на этой арене, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Очень даже полезно лишний раз провести бдительность. Тем более, сегодня тестовый матч. Ощущение такой торжественной свечи, вот такого большого, общного для сплоченности народа нашего. Поэтому, я думаю, это очень... люди поймут, это нужные меры. Меры безопасности были очень серьезно усилены, потому что даже вот... Можно заметить то, что очень много полицейских по городу. То есть чувствую себя защищенно. После матча болельщиков ждет организованный выход. А что касается самого матча, то игра только началась. А для Рубина это последняя игра в этом сезоне на домашнем стадионе. А потому футболистов мы ждем только победы. Болеем за наших. Альбина? Спасибо, Салават. Я напоминаю, что это было прямое включение с матча Рубин-ЦСК. И чем же закончатся встречи, мы узнаем в 21.30. Не пропустите. В Казани вы могли увидеть, каким поразительным результатом приводят крепкие и гармоничные отношения. Так говорится в послании Владимира Путина к участникам ежегодного заседания группы стратегического видения «Россия и исламский мир» в Грозном. На заседании уже выступил и Рустам Мениханов, который находится с рабочим визитом в Чечне. О радикальных действиях в борьбе с радикальными течениями подробнее. Визит начался с теплого приветствия. Рустама Мениханова лично встречает Ранзан Кадыров. Рустам Мениханов отмечает гостеприимность Чечни. Впечатлениями президент по традиции поделился с подписчиками в Инстаграм. Во время деловой встречи Мениханов и Кадыров обсудили сотрудничество в сферах туризма, промышленности и сельского хозяйства. От экономики к политике. Общий вызов противодействия радикальным течениям. Само заседание группы стратегического видения России «Исламский мир» начали с приветствия от имени президента России. Владимир Путин, обращаясь к участникам, отметил, что «Исламский мир» может в полной мере рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны России. 26 иностранных государств. Есть новые страны-участницы. Азербайджан, Бахрейн и Малайзия. Основная тема – перспективы экономического взаимодействия России и мусульманских государств. Во время выступления Рустам Мениханов сообщил, что в ООН были поданы документы для получения консультативного статуса при экономическом и социальном совете. Это позволит выступать на международном уровне. Здесь говорят, что в советское время мы потеряли и науку, и систему образования исламского. И сегодня надо это восполнять. В графике работы – встреча с руководством Всемирной организации по сближению масхабов. Гости из Ирана рассказали президенту Татарстана о своем видении того, как избегать конфликтов между исламскими течениями. Рустам Мениханов призвал к диалогу с Духовным управлением мусульман республики и Российским исламским институтом в Казани. Альбина Слагараева, Александр Севастьянова, ТНВ, Грозный. Федеральные руководители прокатились на Зеленодольском теплоходе. Инновационную разработку презентовали Николаю Патрушеву и Михаилу Бабичу. Какие воды будут бороздить татарстанские суда, узнал Дмитрий Аринин. Белый теплоход, бегущая вода. Картина, как из песни. Это детище Зеленодольского завода имени Горького. Судно проекта А-145. Ничего подобного в нашей стране не строили с 90-х годов. Сегодня на этой новинке отечественного судостроения прокатились Николай Патрушев, Михаил Бабич и Алексей Песошин. Затем гостям показали, как строятся такие теплоходы. С 2011 года в Зеленодольске спустили на воду три таких судна. Как говорят, они по своим характеристикам превосходят суда на подводных крыльях Комету и Калхиду. И все бы хорошо, но вот только покупателей найти трудно. О чем руководство завода и рассказало федеральным гостям. Мы надеемся на наших коллег из Дубая. Они интерес проявили. То есть у них разговор идет о 30 штук эконом и о 10 штук ВИП. Но это пока разговор. Судостроители хотели бы наводнить своими судами и российский рынок. В частности, отправить теплоходы для прогулок вдоль Черноморского побережья. Самая такая удречающая ситуация пока идет, конечно, по гражданскому судостроению. Мы знаем, что эта тема, она злободневна для наших, тех, кто эксплуатирует. И сегодня мы можем представить большой спектр судов, который сегодня был бы интересен. Как надеются на заводе с такой продукцией и интересу к ней, долго ждать у пирса покупателей им не придется. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Зеленодольск. 50 тысяч гостей ожидают в этом году на ИСГ Булгар-Жиена. В их числе и участники экономического форума «Казань-саммит». Все гости станут свидетелями открытия Булгарской исламской академии, первый камень в основании которой был заложен ровно год назад. Детали подготовки у Лесен-самировой. Тем, кто захочет поехать в Булгар на автобусе, не позже 6.20 нужно быть у автовокзала «Южный». Первые автобусы отправятся в 6.30 утра. Специальные праздничные еще из Южного и столичного автовокзалов отправятся туристические автобусы. При необходимости, если будет большой поток желающих, мы оперативно организуем дополнительно автобусы. В субботний день обещают быть массовым. В Булгар приедут как минимум 50 тысяч гостей. В их числе делегаты форума религиозных деятелей из 68 регионов России. «География участников, она всегда расширяется, а также и количество. Мы надеемся на очень хорошую погоду. На сегодняшний день Булгар является также маяком, и духовная составляющая, она очень важна». Для мусульман России это событие – возможность раз в год встретиться на земле предков, где был принят ислам. «Благодаря усилиям духовенства того времени, в 1989 году это начали возрождать. И таким образом это позволило нам не забыть и дату, и место принятия ислама нашими предками». Гостей в Булгаре ждут в 8.30 утра. На этот день запланирован фестиваль «Музыка веры». А в 11.40 на территории соборной мечети мусульмане совершат коллективный полуденный намаз. «Исламская академия закладывает капсулу». Это кадры прошлогоднего форума. Закладка капсулы в основу Болгарской академии. 20 мая 2017 года же запомнится его открытием. Академия будет готовить богословов. Также здесь будут изучать труды татарских просветителей. Тем самым Булгар претендует стать и научно-просветительским центром России. Лисан Сабирова, Амир Зальшев, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Дыры на дорогах не повод для волнений. Специальные передвижные лаборатории таким образом проверяют асфальт на прочность и плотность. До середины июня оценят свежее покрытие улиц, чтобы понять, выдержит ли полотно поток транспорта во время Кубка Конфедерации. Результаты первого теста у Рамиля Шайдулина. Не оставляет и камня на камне. Зубастый бур или керноотборник вырубает асфальт ровным цилиндром. Таких дыр посреди дороги ждать до лета сверлят для оценки качества асфальта. Это асфальтное канапе состоит из нескольких слоев. Слой щебня, битума и полимеров. Все ли с ним в норме после вырубки? Это проверят. Золото. Асфальтную пробку анализируют в лаборатории. День, два или три ее будут испытывать, пока не прояснится, хорош ли асфальт на этот раз. Определим среднюю плотность, водонасыщение, получается и зерновой состав непосредственно отобранной смеси. Если где-то отбираются пробы, то где-то латаются дыры. Ямы засыпают холодной смесью. Дорожники давно отказались от традиционного асфальта. Для улиц Казани щебень, полимеры и битум. Данный асфальт обладает большей прочностью. Проверки вплоть до Кубка Конфедерации. Улицы столицы должны быть готовы справиться с транспортной нагрузкой. По поручению Рустама Вениханова, такие рейды начались сегодня с улиц Карла Маркса, Фукса и Вишневского. Если пробы не ответят требованиям, ответят люди и уже деньгами. Подрядчик должен будет за свой счет по гарантийному обязательству. Гарантия на полотно 4 года. Каждая яма станет головной болью подрядчиков. Делать качественно вынуждает горький опыт. Прошлые проверки показали явные нарушения. Между слоями асфальта нашлись слои грязи, недопустимые перед Кубком Конфедераций. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Птичьи гриб продолжает свой полет. Еще 4 района под карантином. Вирус обнаружили уже в частных подворьях. Зараженное поголовье уничтожено, но у жителей поселков остался осадок. Почему, об этом расскажет Альбина Минибаева в 21.30. А пока к другим темам. В Зеленодольске загорелись дома в историческом районе Полукамушки. Пламя охватило два здания. Пожар потушили быстро, пострадавших нет. Что могло стать причиной, что будет с жильцами этих домов? Елена Веселова. Двери, тамбуры были не закрыты. У нас доступно. Хватит, пьяницы зайдут. Так, сегодня пришел пожар в Красный переулок. По словам местных, сначала загорелся третий дом, потом пламя перекинулось на пятый. Газ у них там был отключен. А было электричество. А я не знаю, они, может быть, и ночевали, и что это обыкновенный поджог. И начался именно с той стороны пожар. Вслед за такими гостями сюда приехали местные пожарные. Пламя они потушили быстро, обошлось без жертв. Проблемы потушения не возникало. Снабжение осуществлялось пожарных генераций, расположено в полном центре, в союзах, в гармонах. Проблемы теперь могут возникнуть у местных жителей. Хотя эти два дома должны были расселить, по словам старожил, в каждом остались по четыре семьи. С вопросом, как им собираются помогать, мы обратились и в исполком Зеленодольского района. Оперативно ответить нам не смогли. Ситуация, знаю, что сгорела, но предметно вам сейчас не могу сказать. То есть мнение по этому поводу, оно не консолидировано, то есть его нет пока. Добавим, что сгоревшие дома – часть исторического наследия. Буквально год назад президентам было принято решение, район нужно сохранить. И следует заняться реконструкцией. Что теперь будет, и осталось ли что реконструировать? Вопрос на засыпку. Но первый вопрос сейчас. Что же это было? Умышленный поджог или чья-то неосторожность? Предстоит выяснить следствие. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, ТНВ, Зеленодольск. Это новости на ТНВ и далее в программе. Облет полей. Побывали сегодня в Саричинском, в Саричинском районе. Встречались руководители и хозяйства. Как идет посевная и хорошо ли живется фермером? Лина Зенатулина. Устраивает ли вас обслуживание в республиканских поликлиниках? Мы хотим жить дольше. Население, у нас требования такие. Как будут улучшать качество оказания медицинских услуг? Узнал Салават Махмадулян. Как идет посевная и хорошо ли живется фермером? Крестьянские хозяйства Мамадышского района сегодня навестили председатель госсовета и министр сельского хозяйства. Здесь провели изональные совещания. На какую господдержку могут надеяться фермеры? Лина Зенатулина. В хозяйстве Марса Юнусова завершается посевная. 500 гектаров земли, 70 коров, 20 лошадей. Свою ферму в деревне Камешкуль он развивает уже 14 лет. Не без помощи государства. В 2015 году на 5 миллионов я взял общую новую технику. В этом поле сейчас тракторы работают, все новые. Сегодня в хозяйстве целая делегация. Председатель госсовета и министр сельского хозяйства встречаются с местными фермерами и отвечают на вопросы по господдержке. А по пути сюда успели оценить с вертолеты и ход посевной. В Мамадышском районе она завершена на 75%. Немножко, на мой взгляд, запаздываем с посевными делами из-за климатических условий. Чуть-чуть припозднившейся весны и холодами. Но в целом рассчитываем на то, что в ближайшем, вот, концом этой недели, максимум началом следующей недели, основные посевные работы в республике Татарстан будут завершены. Сельское хозяйство в Мамадышском районе развивается динамично. Строят новые фермы и крупные животноводческие комплексы, готовят к запуску мясокомбинат на 30 тысяч голов. Да, потенциал района есть, он еще больше скажет свое слово, особенно по молочному животноводству. В Мамадышском районе осталось 47 заброшенных ферм Вамина. Их выкупил местный инвестор и распределил между фермерами, которые хотели расширить свой бизнес. Сейчас уже на 30 таких объектах завершается ремонт. Например, вот здесь будет коровник. У вас же тысячи вопросов, которые перед вами ваши жители ставят. Вопросы господдержки фермеров подробнее обговорили уже на зональном совещании. Фарид Нахомешин поставил главам сельских поселений пяти районов задачу активнее привлекать агрария в госпрограммам. Заинтересовать, рассказать, даже помочь оформить документы. Лина Зинатульна, Андрес Натальцев, ТНВ Мамадышский район. Идет второй день чемпионата рабочих профессий в Краснодаре. Участвуют больше 1200 человек из 82 регионов России. Из них 80 – татарстанцы. Завтра решающие этапы станут известны результаты нашей команды. Напомним, Казань примет чемпионат в 2019 году. Талисманы соревнования уже представлены. Ими стали мальчик с Килси, девочка с Марти, персонажи преуспевающие во всех областях техники, науки и искусства. Инженерный лицей КНИТУКАИ начал набор школьников на новый учебный год. Здесь ждут учеников с 7 по 11 класс. Какими возможностями привлекают Алмаз Гафиатов? 15 до 28 мая поступайте в инженерный лицей КНИТУКАИ. Вот такое приглашение. Говорящий робот, которого собрали сами ученики для лицея КАИ норма. Углубленные навыки в области физики, математики, информатики и инженерном деле. Особенности образовательной программы. Наш лицей это удивительная возможность для ребят с уникальными способностями. Мне нравится здесь учиться, потому что углубленное изучение математики и физики, дальше спецкурсы, проектные деятельности, работа в команде и реализация своих идей. Для реализации идей и творчества есть как простор, так и условия. Работает уникальная для России проектная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. А занятия ведут профессорско-преподавательский состав КНИТУКАИ. Обучение полностью бесплатное. Ребята приобретают очень хорошие стартовые позиции перед поступлением в университет. На сегодняшний день идет строительство интерната для проживания лицеистов, который позволит пройти конкурсный отбор и учиться в лицее любому желающему ученику нашей страны. Алмаз Гафиатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Почему половина татарстанцев недовольны работой больниц? Таким вопросом сегодня задались министр здравоохранения Адель Вафин и ученый Совет Казанской медакадемии. Ответы искали в городской поликлинике. Когда поход к врачу пройдет без очередей и когда из больницы уйдет антураж 80-х, узнал Салават Мухаммадуллин. Врачи-то вроде есть, а вот ремонт тут уже лет 20-го точно не было. Придешь, талонов нет. Опять с 5 утра вставать надо. Сегодня позвонил, записали на 6 июля. Сейчас май идет. Очереди, нехватка врачей и плохой ремонт. Самые частые жалобы пациента в поликлиник. Жалобы подтверждают статистикой. В Татарстане лишь половина жителей довольны качеством медуслуг. Задачи от президента должны быть довольны минимум 80%. Уже раз 10 перекрашенные двери, советская мебель и 15 градусов по ощущению внутри. Это Казанская поликлиника номер 11. Капитального ремонта здесь не было уже больше 60 лет. Однако, благодаря республиканской программе, отголоски 20-го века здесь должны уйти в прошлое. Кануть в лету советская отделка должна еще почти 200 поликлиниках республики. Только на Казанскую 11-ю больницу будет выделено более 20 миллионов. Мы хотим жить дольше населения. У нас требования такие, ожидания населения. Задачи, которые ставят руководство страны, нашей республики, чтобы продолжительность жизни росла. Увидеть проблему изнутри. Сегодня руководствами здрава и ученого совета Казанской академии впервые провели выездное совещание в городской поликлинике. Сегодня задача стоит усилить работу с кадрами в части внедрения системы непрерывного образования, в части привлечения кадров, переподготовки кадров, ну и, конечно, внедрение новых технологий в диагностике и лечении, а также в профилактике заболеваний, что очень важно для первичного звена. Готовить будущих врачей в университете будут тесно с государственными поликлиниками. Так Минздрав планирует остановить отток выпускников в частные больницы. В Международный день семьи на нашем телеканале стартовал новый проект в объективе ТНВ «Большая семья». Мы будем рассказывать о жизни многодетных семей республики и вместе узнаем, чем измеряется настоящее счастье. Многие уверены, что оно в большинстве. Сегодня своим мнением об этом поделились казанцы. Какую семью вы считаете многодетной? Я считаю, что трое и более – это уже многодетная семья. Многодетная? Ну, два ребенка вполне достаточно, я считаю. Минимум четверо детей, чтобы было. А я считаю, это уже многодетная семья. Ну, судя по нашим родителям, у которых было по семь, по восемь детей, ну, это, наверное, и есть многодетная семья. А сколько у вас детей? У меня двое. Зато четверо внуков. Двое, к сожалению. Я бы больше хотела, но не смогла. У меня только две дочери. И, к сожалению, больше уже не будет. А хотели бы вы больше детей? Ну, хотела бы больше детей. Да, в свое время, когда молодая была, хотела бы больше детей. Я бы хотел два ребенка, я считаю, что это вполне достаточно. Мальчика, девочка. Дети всегда, по-моему, всегда счастливые, когда их много. А одному ребенку скучно дома. Так здорово, когда большая семья и очень дружная. Я бы хотела бы, вот, жить заново бы и десять, подождите. А они считают, что большая семья – это пять детей, не меньше. И малыши – не помеха ни успеху, ни карьере, ни счастью. В подтверждение – семья известного футболиста и многодетного отца Романа Шаронова. Символично, что в день игры Рубина с ЦСКА именно эта семья стала нашими героями. С многодетным папой пообщалась Александра Севастьянова. Как на английском, доброе утро? Кручь, маленький. Отлично. Воспитание успевает совмещать с обучением. Обязанности в семье делят поровну. Мама собирает школу и детсад, папа везет. В пути есть время на общение, а тему для разговора дружной семье найти несложно. Сколько у вас детей? Четыре. Четыре. А, пять. 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 И хочется еще, говорит маленький лев. Братика. Сестры подшучивают, чтобы уравнять три девочки и три мальчика. Папа какой? Хороший. А мама у вас какая? Хорошая. Хорошая. Спасибо. Самому старшему в семье Шароновых 21, младшему 6. У каждого есть свое хобби. Игра на электрогитаре, курай, йога, изучение языков и, конечно же, спорт. Я учу их, чтобы они были, каждый из них был личностью. А заодно и закаляет характер и учат самому главному не опускать руки перед неудачами. Для меня важно, чтобы дети были добрые, относились, то есть внутренний мир у них был, чтобы не было агрессии, это очень важно. Но в то же время, чтобы они были, знаете, с таким внутренним стержнем. Особую благодарность хороший папа выражает в своей супруге надежде за тот уют и семейное счастье, что создает прекрасная половина. Они, эти роли, наверное, распределены не потому, что мы так решили, просто это все спонтанно, да, наверное, вот это и хорошо, потому что то, что мы делаем вместе, это как раз есть семья. И если в семье все хорошо, то и в душе гармония, а это поможет преодолеть любые сложности, уверен Роман Шаронов. Сейчас он точно знает, счастье в большинстве. Да, счастье в большинстве. Александр Севастьянова, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов 112» убил из-за земельных участков. 16-летний подросток подозревается в жестоком убийстве собственного отца. Все подробности через несколько минут. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03 Только до конца мая. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч. «Лада Гранта» до 60 тысяч. И «Х-Рэй» до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru Автоцентр «Парус». Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь май. 4500 рублей. 555-44-44. Весь май. В «Мебельграде» распродажа. Скидки на 100% мебели. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Внимание! Срочная ликвидация склада новых «Ниссан». Скидка 180 тысяч. Не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони. 4 пятерки. 3 единицы. Нефть играет важнейшую роль в развитии нашей страны. Без горючего не поедут машины. Комбайны не соберут урожай. Корабли не выйдут в море. А самолеты не поднимутся в воздух. Для этого необходимы тысячи километров магистральных трубопроводов. Транспортировка нефти – важнейшая и очень ответственная задача. Она движется по трубам под огромным давлением. Утечка нефти может привести к настоящей трагедии, экологической катастрофе или жертвам среди людей. Чтобы этого не допустить, магистральные нефтепроводы постоянно проходят техническое обслуживание. Сотни специалистов круглосуточно обеспечивают безаварийность работы. Важно помнить, что вблизи трубы запрещены любые работы строительной техники. Нельзя жечь костры, рыть карьеры и строить дома. 21-го до мая вся Россия приезжает. Юбилейный каравон. В Татарстане будет он. Будут песни и обряды. Всех в Никольском видеть рады. Пятерочки – уникальная акция. Надо брать. Большую или маленькую? Большую. Одну или две? Три. А это брать? Брать. Шампунь «Шаума». В ассортименте. 380 миллилитров. По 72,90. Пятерочка. Надо брать. 20 мая. Город Болгар. Приглашаем татарстанцев и госей республики на торжественное мероприятие в честь годовщины официального принятия ислама Волжской Булгарией. Автомобиль на привлекательных условиях. Это Рено. Автомобили Рено по себестоимости в рассрочку без переплат. Позвоните сейчас и успейте приобрести свой Рено на выгодных условиях в Рено ТТС. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе и не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус. Комод в подарок. Доставка и установка бесплатны. «Данил Мастер». Город Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода в предстоящие сутки в Республике станет еще теплее. И на юго-востоке будет облачно. Ночные температуры повысятся до плюс 9. Днем столбики термометров покажут плюс 20. Облачная погода местами с дождем на северо-востоке Республики. Ночью плюс 8. Днем около 20 градусов выше нуля. На севере Татарстана Менделеевские октаныши о грызе осадки не ожидаются. Ночью плюс 7. Днем воздух прогреется до 21 градуса. На северо-западе Варске, Куб, Мари-Балтаси переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 7. Днем плюс 19. Местами дожди пройдут и на юго-западе Татарстана. Ночные температуры повысятся до плюс 11. Днем столбики термометров покажут плюс 20. В центральных районах Татарстана также временами возможен дождь. Ночью плюс 10. Днем 20 градусов выше нуля. В последующие дни станет еще теплее. Значительные осадки не ожидаются. Завтра в Казани переменная облачность. Не исключены небольшие осадки. Температура воздуха ночью плюс 8-10. Днем 17-19 градусов тепла. Ветер южный умеренный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. И завтра составят 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ожидается магнитное буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыкова. До встречи на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова